Как и многие публичные товарищи, которые говорят о городах, свою деятельность я начал с того, что заметил, что действительно что-то у нас идет не так. Почему-то, когда мы где-то в Западной или Восточной Европе, и мы ходим по улицам, и переход располагается именно там, где он должен быть, что нету лужа, что приятная архитектура, и в целом довольно-таки приятно там находиться, то вот когда ты приезжаешь в Шереметьево, Домодедово или еще куда-либо, то сразу начинается какой-то другой мир, хотя вот, казалось бы, два часа лету, и климат, как ни странно, часто похожий, и люди вроде из красной крови, и костей, и мяса состоят. Но вот почему-то два разных мира, и я начал читать. Ну, как бы, я думаю, у многих процесс обучения начинается с того, что начинаешь читать, и интернет сейчас дает возможность узнать очень много информации. Сразу скажу, что мое первоначальное образование никак не связано напрямую с городом, потому что вообще я заканчивал вышку юриспруденцию. Но, правда, как кафедра у меня была административно-муниципального права, поэтому все-таки как-то это с городом связано. Но затем, по мере того, как я читал, как я смотрел, я начал губляться, получал дополнительное образование, например, в Международном Союзе общественного транспорта. Из последнего я заканчивал направление управления городскими проектами. Но в целом практически все мои знания связаны с практической стороной вопроса. Например, я работал в правительстве Москвы. Более того, я работал практически на Собянина в аппарате мэра. Но чемоданы с деньгами меня, правда, не носили, хотя многие в этом просто свято уверены. Затем был консалтинг, затем была частная практика, очень много всего. Но в итоге я перешел больше в публицистику, потому что, когда ты понимаешь, что с городом идет что-то не так, есть два пути решения проблемы. Сверху вниз и снизу вверх. Сверху вниз мы вроде как видим, это вот моя улица. Я думаю, каждый из вас ходил по этим новым улицам, по этому граниту. И это делалось без участия жителей, просто по команде мэра. В принципе, когда не развиты гражданские институты, когда централизованная власть, такое удается делать, но даже несмотря на то, что выборы есть, а выбора нет, все равно эффект снизу есть. То есть если вы начинаете что-то делать, и это массово не нравится людям, скорее всего, велика вероятность, что проект будет свернут. И очень много примеров такого есть в мире. И даже в Москве можно посмотреть на велосипедизацию города, на все эти прекрасные велодорожки, велополосы, которых целых, не знаю, полтора на район. И добраться на велосипеде безопасно вы не можете, хотя я открою вам секрет, есть планы по нанесению велоинфраструктуры абсолютно все обновленные улицы, есть план по снесению велоинфраструктуры в масштабы всего города. Но это не было сделано как раз потому, что никто не понимал, а зачем это нужно, потому что ведь у нас же где-то 14 месяцев зимы. И это все свернули, при том, что платную парковку, еще какие-то вещи стали поддерживать. Выдельный полос, например, более-менее работают. Но тем не менее, нужно просвещать людей, нужно формировать запросы на качественную инфраструктуру, потому что ладно, сейчас вот у нас есть Собянин, он делает хорошие улицы, уйдет Собянин, придет другой мэр, а будет ли он делать то же самое, или мы скатимся все во времена Лужкова. Хотя и так потихоньку скатываемся, но условно все всегда может быть еще хуже. И зато если будет постоянный запрос населения, что мы хотим комфортную среду, мы хотим то-то, то-то, политики это услышат, опять же, какой бы централизованной власть ни была. Но это работает, поэтому я сосредоточился на этом, как ни странно. А дальше, собственно, лекция называется «Восприятие пространства», кажется. И опять же, возвращаясь к Европе, я думаю, точнее, я не думаю, что многие из нас обращали внимание, что в каких-то местах нам комфортно находиться. То есть нам приятно там гулять, проводить время, нам приятно это просто смотреть, и это нормально. Но опять же, есть другие места, где все с точностью наоборот, и нам хочется побыстрее покинуть это пространство. И я думаю, вы узнали здесь, ну, как Петербург, Зеленоград, Красноярск, Москва. То есть это новые районы, но почему-то, несмотря на то, что они новые, находиться у них не так комфортно, как вот в этих старых улицах. Я не говорю, что все новое плохое, просто так случилось, я так сделал подборку почему-то. Почему это происходит? Начнем как бы от общего к частному. И начнем с планировки города первоначально. Ну вот посмотрите, что вас здесь привлекает. Опять же, то есть можно кричать. У нас не так много, чтобы, я думаю, мы перебивали. Ну, как вообще, она есть, но… Невысокие здания. А еще? Так, о свете мы поговорим чуть дальше, о невысоких зданиях тоже. Но здесь улица поворачивает. Ваш взгляд не упирается в пустоту. И, в принципе, наше зрение так, не знаю, сложилось, так было создано, что если мы не видим перед собой заканчивающуюся перспективу, нам не очень комфортно. И когда вот улицы немного виляют, нам интересно их изучать, потому что он просто срабатывает такой принцип, что а что здесь за углом? И вам как бы хочется пройти и узнать это. То есть такое здоровое любопытство возникает. И, конечно, да, прямая сетка улиц, там, Нью-Йорк или там, как в Москве в районе Белорусского вокзала или Петербургская, она, с одной стороны, приятная, она упрощает навигацию, она, ну, просто она считывается нормально. Но вот такая более архаичная или там более петляющая застройка, она интереснее для изучения, и, опять же, это формирует впечатление о городе. А вот как раз человеческий масштаб, что эта улица и эта застройка соразмерно человеку. То есть человек, я надеюсь, никто не подумает, что я сейчас сравниваю человека со шкафом, но мы имеем примерно свой размер и свои характеристики. И, например, если мы, как бы так сказать, то есть человеческий масштаб примерно определяется шириной улиц около 30 метров, а если мы говорим про застройку, 8, ну, где-то до 8 этажей. Почему именно так? Потому что если человек находится на 8 этаже, он теоретически при нормальном зрении может различить человека на улице, его лицо. И наоборот, когда человек находится на улице, он может различить лица в окне, и это создает эффект живого пространства, на нас ничего особо не давит, и получается еще такой эффект, как за улицей кто-то приглядывает. Или социальный контроль. И это очень сильно влияет на чувство безопасности. Не на реальную безопасность, а именно как мы себя ощущаем, что нам здесь комфортно. И, в принципе, это можно сравнить с высотой деревьев. Здесь они, правда, молодые, но в целом, если здание высотой из дерева, то это считается более-менее нормальным, потому что все-таки человек эволюционировал довольно долго, небоскребы относительно новые явления, а к деревьям мы все привыкли. И, условно, все, что выше дерева, это воспринимается уже как-то не очень хорошо. И здесь, как такой антипример, мы можем взять любимый всеми проспект Сахарова. Не знаю, были вы на митинге или нет, но буквально на выходных там было, и это было единственное время, когда на улице, кажется, было больше пяти человек. То есть это полная противоположность человеческому масштабу. Эту улицу тяжело перейти. Вы не ощущаете человеческий… точнее как, вы не олицетворяете эти здания с человеком, они просто на вас давят. И пустота тоже давит. И если, опять же, мы обратимся к эволюции, то мы увидим, что у человека сформировалось такое ощущение, что я в безопасности, когда я вижу, но не видят меня. То есть наблюдательная позиция. И если мы берем такие большие пространства и посмотрим, например, как ходят люди, то чаще всего они будут прижиматься к фасаду, потому что там они будут чувствовать себя в безопасности. Хотя, опять же, можно идти просто здесь вдоль улицы. А, да, там за борт, поэтому там и идут улицы. Но в целом в обычной ситуации там все ходят вдоль фасада, потому что просто так комфортнее. Так пространство хоть чуть-чуть становится безопасным. Дальше на наше восприятие влияют детали. И тут мы можем вспомнить типовые советские микрорайоны, полностью однотипные. И там даже взгляду не за что зацепиться. Исключение, конечно, составляют российские микрорайоны, где очень много поменяли остекления, где появились какие-то кондиционеры, и это все архаично создает хоть какой-то относительно интерес на пару минут. Но вот если мы посмотрим на многие микрорайоны, то мы заметим, что там очень много разрисованных стен. Чаще всего это делают школьники в попытках самореализоваться. У нас также есть теория, что дети во время взросления ощущают очень большую нужду в каких-то деталях. Они не могут олицетворять себя с типовыми коробками, поэтому пытаются исправить эту враждебную среду. И вот так вот разрисовывают стены и издеваются над дворниками, которым приходится все это закрашивать. И, собственно, это уже более такой исторический район. И я думаю, пока я вещал про микрорайоны, вы изучали эту картинку, потому что здесь что-то есть. Здесь просто есть определенный набор деталей, и вы их рассматриваете, и это интересно, и это нормально. Но, опять же, не стоит… Во всем нужно знать меру. Если мы делаем слишком много деталей, то все получается уже совсем наоборот. Возникает такое чувство, точнее такой феномен, как баннерная слепота. Так как студия Лебедева разрабатывала дизайн-код Москвы, я думаю, вам… Кто изучал этот проект? Ладно, тогда я расскажу. Собственно, когда у вас слишком много деталей, точнее, слишком много рекламы, например, вывесок, они начинают доминировать над архитектурой, и если они к тому же очень много мерцают, это лайтбоксы какие-то или иные вещи, то они закрывают, во-первых, с собой архитектуру и обесценивают рут архитектора, а также они перенасыщивают наше внимание. И наш мозг подсознательно блокирует такие раздражители, и условно, чем больше рекламы, тем выше вероятность, что вы просто будете ее игнорировать, что на самом деле плохо для всех, потому что вы начинаете попутно игнорировать сам город, саму архитектуру. Поэтому дизайн-код – это очень такая крутая штука и в целом направленная на благо. А можем взять другой пример еще. Это… Ну ладно, просто вам комфортно было бы здесь идти. Я уверен, что практически каждый ходил по таким изолированным тротуарам. Так что тут есть личный опыт, я думаю, у каждого. Некомфортно, потому что машина с своих сторон не поперет. Некомфортно, да. Слава фотошопа, потому что мы можем представить, как это было бы, если бы не было парковки. И вот как бы, казалось бы, планировочное абсолютно простое решение, соблюдая красные линии. А почему так происходит? Ну, во-первых, да, машина эта ассоциируется часто с чем-то отторгающим, небезопасным. Хотя, я думаю, каждый здесь ездит на машине и считает, что это удобно. Но также это все влияет на такой фактор, как интересность среды. Потому что время – это довольно относительный такой параметр. И, например, если вы идете вдоль забора там один километр, вам будет скучно. Вам будет казаться, что вы идете очень долго. Вы, скорее всего, будете стараться избегать повторения таких маршрутов. И другой пример – если вы идете, например, один километр вдоль витрин, то вы рассматриваете, что же там происходит, какие там детали есть, и время уже бежит быстрее, и вы не замечаете, как вы прошли этот один километр. То есть время идет относительно не только как бы по разную сторону двери туалета, но вот еще и на улицах. И здесь я хотел бы уйти немного в историю, ну как, в относительную историю, и вот про разные типы застройки поговорите, потому что перед этим я показывал, как правило, это квартальную застройку, а есть еще, опять же, микрорайонная. И здесь вы можете заметить, что, ну да, на плане это все смотрится более-менее красиво, но микрорайоны или вот как свободная расстановка домов внутри квартала, она, по сути, уничтожает разделение пространства на частное и публичное. И вы уже не так хорошо понимаете, например, вот это двор или это улица? Чье это пространство? Вот я, с учетом того, что это моя фотография, что я там был, но я вот не помню, потому что вроде есть детская площадка, но при этом туда же выходят магазины, при этом есть огромная парковка, ну хотя для Красноярска свойственно, что там везде парковка, но тем не менее, вот ты не понимаешь, а где ты? И пространство не диктует, а как тебе вести себя? Потому что одно дело, когда мы заходим в какой-то небольшой двор, и мы понимаем, что это частное пространство, здесь территория жителей, надо себя вести, скажем так, тихо, не буянить и не творить беспредел, но все-таки улицы – это общественное пространство. И, кстати, улицы – это самое большое общественное пространство города, потому что как бы много парков у вас не было, улицы составляют, как правило, от 70 до 80% территории общественных пространств города. Звучит заумно, я не придумал ничего легче, чтобы объяснить. Ну, в общем, на улицу имеет право абсолютно каждый горожанин, независимо от достатка, сословия, фамилии, цвета кожи и так далее. А все-таки, если мы говорим про двор, то это частная территория уже самих жильцов. И, опять же, если мы даже уберем отсюда парковку, все равно пространство будет довольно-таки мертвым и непонятным, в том числе как раз из-за того, что мы не понимаем, а чье оно. И тут можно вспомнить, что микрорайоны, как такой архитектурный феномен возник во второй половине прошлого века. И это была попытка помирить растущую автомобилизацию и сохранить комфортный город, потому что узкие улицы европейских дворов, они европейских городов не справлялись в растущей автомобилизации, там погибали дети, это никому не нравилось, было очень шумно. И поэтому возникла идея, то есть мы вот сохраняем внутри огромного мегаквартала какие-то зеленые зоны, пешеходную, дружелюбную среду, а вот по бокам у нас идут огромные шоссе, и логика была в том, что вы где-то храните свой автомобиль, спокойно там отводите детей в школу утром, но внутри мегаблока своего, идете до автомобиля и едете. Время показало, что это полностью нежизнеспособная идея, точнее как, есть вот западные микрорайоны, точнее как микрорайоны стран Запада, например, это Западная Европа или США, и она была направлена как раз на идею, что помирить автомобиль с комфортной городской средой, но есть исключение, это скандинавские микрорайоны, потому что они использовали свободную расстановку домов для максимального сохранения существующего ландшафта, природы, деревьев, и да, там все скорее, там чуть-чуть получше, но тем не менее, сам такой подход без разделения пространства с агрессивной средой и с властью автомобилей над улицами, он показал свою неэффективность. Но опять же, а если микрорайонная застройка, да, там нет хотя бы улиц вблизи под окнами, но есть определенные минусы. Все-таки, да, города сейчас в массе своей ушли от этого типа застройки и вот к таким опять же кварталам. Здесь просто нет потока машин, то есть начали совсем иными способами разводить потоки пешеходов и автомобилей, но при этом, вот смотрите, здесь сохраняется деление, опять же, что вот сам фасад дома формирует улицу, и при этом нам интересно здесь идти, потому что на первом этаже есть участки, там что-то происходит, идет какая-то жизнь, и это не воспринимается, например, как серый бетон. И да, у меня, кстати, съехала немного презентация. Но в любом случае среда, с одной стороны, формирует пространство, говорит, как вам действовать, сохраняет комфортность для жителей, и при этом насыщает пространство деталей, и в принципе соблюдается такой баланс, то, что вам здесь и удобно жить, и удобно ходить, и в целом слава архитекторам, которые поняли, что нужно что-то менять, но, к сожалению, вот такого типа застройки вы у нас пока что не увидите. Это Швейцария, но рано или поздно мы к этому придем, и если вам интересно почему-то, возможно, в конце мы как раз об этом поговорим. То есть в целом презентация довольно короткая, потому что я хотел сделать акцент именно на общении более каким-то детальным вопросом. И здесь прозвучало в самом начале, что свет, освещение тоже очень сильно влияет. Это мост в Мальмо. Здесь есть интересный такой пример, то, что Мальмо, в принципе, был депрессивным индустриальным городом, потом его начали выводить из этой депрессии с помощью разных урбанистических и не очень штук, типа там моста в Копенгаген, университета новых районов, экологического движения, велоинфраструктуры и прочих вещей, но также здесь появился световой мэр, и начали уделять большое внимание свету. И есть район, точнее, как есть мост, вокруг него такой небольшой район, и там все было плохо. Там не было, как правило, бизнеса, жители не очень активно там жили, точнее, покупали недвижимость. И в целом там случались преступления. Как-то исправили, они заказали дизайнерский очень дорогой светильник, повесили его, и нет, его не разбили, как многие могли бы подумать. Но место стало притягивать людей за счет своей необычности, за счет индивидуального какого-то проектирования. Оно стало интересно, туда стали ходить люди, притом не только днем, но и вечером, точнее как, в основном только вечером или ночью, и место стало оживать. Так как появился поток, появился и бизнес. Так как место стало более безопасным, потому что за ним стали приглядывать, и появился вот тот самый социальный контроль, там стала расти цена недвижимости в целом за счет налогов, за счет нового бизнеса и оздоровления территории этот светильник, он окупился. И свет очень сильно влияет на наше восприятие пространства и в целом даже настроение, трудоспособность. И вот почему, например, жители Москвы, Санкт-Петербурга испытывают, ну, в общем, хандрят зимой, потому что у нас очень много паспортных дней и не хватает, ой, я забыл термин, поэтому, в общем, нам не хватает естественного голубого света и появляется вот это вот желание, точнее нежелание работать, нежелание куда-то ходить и, в принципе, валяться дома на подоконнике, в свитере или еще в чем-то и так далее. Или там можно взять телефон, который есть у каждого, например, медицински зафиксировано, что если вы сидите в телефоне перед сном, то это ухудшает ваш сон, потому что просто у нас немного сбиваются мозги, потому что вроде как ночи пора спать, но при этом у вас перед глазами яркий источник света, и поэтому, собственно, многие производители сейчас вводят функцию то, что смягчение света на экране, то есть если вы замечали, он из голубого переходит скорее в желтый. Опять же, потому что свет очень сильно на нас влияет. Но как бы и это еще не все. Это милая статуя из какого-то парка в Великом Новгороде. Там она появилась совсем недавно. В чем особенности? Да, не обращайте внимания на эту съехавшую надпись, потому что, как я говорил, у меня все немного съехало. Там было очень мало денег на благоустройство, и практически все обновление заключалось в том, что мы вместо асфальта положили плитку, поставили скамейки и провели освещение. Как бы в голове типичного чиновника в России это и есть благоустройство, то есть такой капитальный ремонт. Хотя в целом создание комфортного общественного пространства зависит от многих параметров. Например, создание активности, и чтобы не только для детей, но и алкоголиков, чтобы, как знаете, если днем хотя бы ходят мамы с детьми, то вечером туда приходят социальные люди, начинают пить колодцы или еще что-то делать. Это происходит из-за того, что банально там нечего делать другим людям в вечернее время или просто в течение дня, и поэтому создаются активности. То есть считается хорошим правилом, когда у вас в общественном пространстве от 10 активностей, чтобы молодой одинокий парень мог чем-то позаниматься, туда могла прийти группа друзей просто посидеть, что-то пообсуждать, или кто-то прийти в шахматы и поиграть. То есть очень много вариантов, и чем их больше, тем лучше, и тем выше вероятность, что пространство начнет жить, и естественным способом будет вытеснять асоциальные элементы. Но здесь всего этого сделано не было, но зато на какие-то там совсем смешные деньги были поставлены такие небольшие фигурки. Я не помню, как она называется, но смысл в том, что эти фигурки стали одевать местные жители. То есть в зависимости от сезона вот есть такой человек, а есть еще вот такие улитки, и там им стали регулярно менять гардероб. То есть вроде такая мелочь, но то, что там в зависимости, то есть каждый месяц что-то меняется, это вот создало как раз те детали, которые приятно разглядывать, которые просто даже хочется сфотографировать, иногда, и это сделало пространство живым и личным. То есть понятно, что кто-то за ним ухаживает, что это не город, это жители, и вот казалось бы, такая мелкая деталь, но она формирует совсем иное отношение к пространству. И тут можно вспомнить про игровую механику, и где-то в каком-то небольшом немецком городе было закуплено, по-моему, около ста гномов, и они были расставлены в разных абсолютно местах, там на улицах, на площадях, во дворах, еще где-то, чуть ли, по-моему, не в канализацию одного засунули, и зачем это было сделано? А потому что у людей появилось такое здоровое желание собрать фотографии всех, например, этих ста гномов. То есть игровая механика появилась, и люди стали с большим желанием выходить на улицы, просто гулять, проводить время, узнавать свой город, хотя казалось бы, ну, блин, ребят, сто гномов. Это не что-то такое. Еще что-то подобное я видел в Базеле, но там не однотипные какие-то фигурки были сделаны, а скорее небольшие фишки с QR-кодами, которые, опять же, рассказывали какое-то интересное место, и что логика в том, что там взрослые с детьми ходят, узнают что-то новое, им хочется все больше и больше, и там дается, по-моему, загадка, где следующая скрыта деталь, и так далее. Кстати, да, еще кто-нибудь играл в Pokemon Go? Так, ну вот. Опять же, у вас есть телефон, есть интернет, но вот эта вот игрушка, она вызвала рост количества пеших прогулок, потому что пространство насытилось детальными, хоть и виртуальными. То есть ничего такого, но люди стали больше проводить время на улицах, потому что пространство просто стало эффективнее, и появилась двусторонняя связь пространства и человека. Вот это, можно сказать, аналоговая такая штука. Ну и, собственно, наверное, самый такой главный вопрос, а как оценить хорошее пространство или нет? Ну, для начала, может, туда прийти самому, посмотреть, я думаю, вы сами все почувствуете, главное просто задуматься, комфортно мне здесь или нет. Что можно было бы изменить, чтобы оно стало комфортнее? Например, многие площади около станции метро в Москве банально не имеют лавочек. Как я мог забыть слово лавочка? Вот, не имеют лавочек, и люди там стоят. Возможно, они ждут кого-то, возможно, там они купили кофе, у них есть еще 10 минут до работы, и они хотят утром постоять. Но, опять же, они стоят, они не сидят. Хотя, казалось бы, что такого, чтобы просто посадить лавочку, тем более, если там местные жители будут говорить, что это привлечет всех алкоголиков и бомжей, и что там будут спать бомжи, существует такая штука, как подлокотники, которая полностью решает эту проблему. А вообще, сейчас существует такая штука, как анализ геолокации фотографий из Инстаграма или ВКонтакте. Потому что мы не будем фотографировать некрасивое место, и здесь делается такое допущение, что если в одной точке много фотографий, то, значит, это место комфортное или как минимум интересное. И, опять же, вот пример из Мальма со освещением это подсказывает. Но есть и другой пример, который мне подсказала одна милая французская планировщица общественных пространств или улиц, потому что она сказала, что в красивом месте люди целуются. Вы, скорее всего, не будете целоваться на обочине трасс, вы не будете целоваться там во дворе микрорайона вот среди такой парковки машин, но потому что просто, но как бы на этом будет немного глупо. И, собственно, понятно, что там есть очень-очень много деталей, как формируется комфортное пространство, как взаимодействуют детали из разных эпох и стилей друг с другом. Элементарно, вот я вам рассказывал про дизайн кода, то, что деталей должно быть ровно столько, чтобы было нам комфортно. Но если мы возьмем Times Square, то там как раз из рекламы сделали фишку, и это одно из самых… нет, это самое посещаемое место на планете. То есть банально за счет того, что они в архитектуре предположили, что все пространства будут заняты экранами, будут заняты рекламой, они создали из этого фишку. Или там, если мы возьмем московское метро, то вы наверняка замечали, что большинство станций, которые глубокие, имеют очень толстые колонны. Ну, например, есть Маяковская, где конструкторы, я не знаю, сколько они работали над этим, но все абсолютно колонны тонкие. И это тоже создает уникальность и открытость пространства, но при этом нельзя сказать, что там толстые колонны тоже как-то вредят. Или там, если опять же вспомнить историю, то кто бывал на чистых прудах, возможно, замечали, что там есть одна отделка с вестибюля и платформ, но в одном конце есть подобие трубы, выложенной из кафеля. Дело в том, что когда только построили эту станцию, там не было центрального зала, там был только выход на перроны и что-то подобное. Вот обычно есть в метро Скандинавии, в английском метро. Но, в общем, там было так же, потом провели реконструкцию и добавили уже центральный зал и изменили оформление. Но вот когда был первоначальный проект, все инженеры, все архитекторы боялись эффекта трубы, потому что метро было что-то новое для жителей Москвы и, в принципе, всего мира, и поэтому боялись закрытых пространств. И пытались с помощью освещения, с помощью деталей насытить станции деталями и с помощью стиля показать, что вы не находитесь где-то глубоко под землей. Но архитектор, который делал первичный проект, он решил, наоборот, ускорить, как бы, смасштабировать эффект трубы и сделать из этого фишку. К сожалению, я только сейчас вспомнил этот пример и забыл добавить его в презентацию, поэтому очень сумбурно получилось. И я знаю, что один раз лучше все показать, чем рассказывать долго, поэтому подписывайтесь на меня. Да, есть еще ЖЖ, и я там часто делаю посты, но есть также YouTube. А также там есть Instagram, есть Telegram, есть все остальное. И в этих двух соцсетях вы найдете там ссылки. Ну а теперь давайте уже перейдем к каким-то более детальным вопросам, тем более, что мне их присылали, я знаю, что они есть. Давайте. Я жду. Ну или давайте я начну просто зачитывать, а вы пока подумайте над другими вопросами. Например, так, нет, нужна ли мне доска, это не тот вопрос. Противоречивый пример Москвы. Предвыборная компания Собянина. Развязки хорда автомагистрали, одновременно концепция города для пешеходов, развитие общественных пространств. Может ли быть одновременно и за белых, и за красных, или нужно делать единственный выбор? Интересно ваше мнение. Если мы посмотрим на, например, на весь мировой опыт, то мы увидим, что все города так или иначе движутся в сторону пешеходизации, приоритета общественного транспорта и велосипеда. Потому что элементарно автомобиль, как изобретение, которое появилось в городе, это вот Детройт, как ни странно, этот же город и убило. Потому что там, понятно, был определенный социальный провал, но банально бегство белого населения из самого города в пригороды и способствовал разрушению города, превращению его в, скажем так, город-трущоб. Но смысл в том, что автомобиль занимает слишком много места и ведет слишком мало людей. И сделать так, чтобы абсолютно каждый житель мог без пробок добраться от своего дома до работы или до друзей, например, невозможно чисто из-за геометрии и математики. Потому что сколько бы дорог вы ни строили, всегда будет мало. И это известно, опять же, со второй половины прошлого века, и математики это доказали. И был практичный опыт, когда, например, американцы сносили целые районы. Знаете, из серии есть классический квартал, и если мы посмотрим на старые фотографии сейчас, то мы увидим, что там сохранилось только одно здание, а вокруг все парковки. Но в итоге все равно оказалось, что этого места мало, и поэтому все города пошли на то, что они все-таки ограничивают либо ценой, либо физически место для машин и делают более привлекательным поездку на общественном транспорте, походы пешком и так далее. Это, кстати, оказывается намного дешевле и лучше для экологии. И автомобиль при этом остается у человека, но опять же, иметь автомобиль и пользоваться им – это две немного разные вещи, которые у нас постоянно путают. Потому что, например, Амстердам, точнее в целом Нидерланды, если мы посмотрим, то там уровень автомобилизации раза в два, по-моему, больше, чем в России. Но при этом там по городу удобно передвигаться на велосипедах, и они последние 40 лет как раз создавали такую среду, чтобы вам было удобно, быстрее и проще пользоваться велосипедом, чем автомобилем. Но при этом этот автомобиль может у вас быть, он может стоять в гараже или на парковке, и вы можете им пользоваться там для путешествий, для поездок на какую-нибудь дачу и так далее. И в целом это все работает. Но вот именно для повседневных нужд, для того, чтобы добраться до работы, автомобиль практически ни один мегаполис мира не использует, потому что это путь в никуда, и это было доказано абсолютно всеми городами мира, независимо Азия, Европа или США. Есть вопрос. Давай. Если оставить в городе только карширинг и такси, а все остальные автомобили запретить въезд, это хорошая практика? Или они располагаются и будут выставлены? Начнем с того, что карширинг и такси в скором времени, я думаю, перед 5-20 лет, они объединятся во что-то одно, потому что элементарно даже у Яндекса уже есть беспилотник, который катается по Сколково. И более того, наше законодательство не запрещает использование беспилотников даже в городе, там есть, насколько я знаю, проблемы со страховыми только. И да, в какой-то момент произойдет объединение, куча таксистов, я не знаю, придется им осваивать фотошоп или еще что-то, идти во фрилансеры, вот, искать, короче, себе работу и переобучаться. Но это не решит проблему пробок, потому что, опять же, это не решает геометрическую, математическую проблему, то, что, скорее всего, на этом автомобиле также будет ехать один человек, хотя, если мы возьмем статистику, в среднем на одном автомобиле перемещается 1,3, по-моему, человека, если вот возьмем в будний день. То есть это будут все те же пробки, мы скорее решим проблему парковки, потому что автомобили не будут простаивать, ими будет пользоваться больше, чем один человек. И да, например, мы сможем убрать там часть уличных парковок, часть паркингов и переоборудовать их, я не знаю, под рынок выходного дня, высадить деревья или еще что-то, но от пробок это нас никак не спасет. Можно вопросик тоже? Из другой вопрос чуть-чуть. Как относитесь к проекту сноса эстакад, который сейчас КАД сдвигает вместе с Сидием и подобное? Скорее хорошо. Для меня больше вопрос, какую эстакаду мы будем сносить первой, которую на парке культуры или которую на самотечной площади около Цветного вокзала? Мало, хочется Ленинградку сносить всю. Ну, не, просто почему-то эти два варианта, потому что у парка культуры она была первая, и хочется ее первую снести, но при этом она вроде такая ламповая, она не шестиполосная, и она как-то так вписана, что не очень мешает. А с другой стороны есть самотечная площадь. Она будет четырехполосная. Ну да, да, четырехполосная, но не шестиполосная. Кстати, хотите, открою секрет, почему практически все эстакады Москвы шестиполосные? Потому что разница между четырьмя полосами и шестью заключается, по-моему, в 20%. И как бы логика строителей, ну, что, всего 20%, давайте бахнем шесть, а не четыре, потому что еще одна полоса и все поедет. А потом неожиданно мы узнаем, что, знаете, у нас как бы перед эстакадой четыре полосы и после эстакады четыре полосы, и на эстакаде шесть. А зачем? И то есть ответа на это никто дать не может, потому что, как ни странно, решения в Москве принимаются на основе личного опыта, а не каких-то знаний, как правило. И это очень печально, осуществляет на то, что в Москве очень-очень много денег, то все эти дурацкие хотелки, они, как ни странно, реализовываются. А если мы возьмем Ленинградку, то там интересный урбанистический такой феномен наблюдается, то, что раньше это была одна территория, то есть, по сути, вы беспрепятственно могли перейти с одной стороны на другую. Да, это было не очень комфортно, потому что там было слишком большое пространство, но все-таки за счет озеленения трамвая и еще чего-то, то есть, оно не казалось нам агрессивным. Мы просто тратили больше времени, в отличие от того, чтобы перейти обычную улицу, которую я показывал там вначале. Но, с учетом того, что там построили большую Ленинградку сейчас, если посмотреть на перемещение людей вот в этих районах и просто создать даже ментальную карту, выяснится, что там жители одной стороны даже не понимают, что у них с другой стороны существует другая Ленинградка. Для них это просто другой мир, и они туда не ходят. И аналогично с другой стороны тоже. И это очень такое печальное явление, потому что, по сути, город хорошо функционирует, когда город работает как единое целое. А когда мы создаем искусственные преграды и разрываем пространство, люди перестают ходить, люди перестают пользоваться местом, опять же, не развивается бизнес, теряется цена недвижимости на квартиры, и просто жить на трассе никто не любит. И у меня жил друг на Ленинградке на съезде с Третьего Кольца, и он рассказывал, что, в принципе, он мыл окна раз в год, потому что как бы через два дня они опять становились грязными. Буквально, когда военная техника проезжала, он хотел посмотреть, он мыл, тратил три часа времени, потому что было бы слишком остекление, но как бы через два дня все. И не говоря уже о том, что он никогда не открывал окна, потому что такой адский шум, и, в принципе, это нарушение абсолютно всех нормативов. В общем, Ленинградка — это такое градостроительное преступление, точно такое же, как и Третье Кольцо в районе Беговой, точно такое же, как и часть северо-западной хорды, точно такое же, как Кремлевский хайвей, ну, Кремлевское полукольцо. Вы его практически нигде не можете перейти. Знаете, я открою вам секрет, но в недрах МОЗ НИИ проекта Москвы, НИИ генплана Москвы есть проект по превращению абсолютно любой улицы в подобие ракарды, хорды, шоссе и так далее. Проблема в том, что, точнее, к счастью для нас, все-таки бюджет Москвы не безграничный, а дорожникам хватает проектов по строительству там всяких хорд. А еще вопрос у меня был. Есть такая идея, вот вы сейчас говорили в начале лекции про то, что есть движение сверху, типа, когда народ спускает, и движение снизу. Считается, ряд урбанистов считает, что в принципе урбанизма возникает вот такое движение урбанистическое мощное, когда люди сами исторически приходят к тому, что это нужно, а когда чуть-чуть насильно пытаются сделать, ну, с этим, я не знаю, такие посты, как там того же Каца, Барламова, когда все это такие, чуть-чуть навязывают идею, что шансов лежится нет, это чуть-чуть не урбанизм, а чуть-чуть силовое воздействие. С учетом того, что новый урбанизм это все-таки больше американская модель, то естественно, что они опираются больше на комьюнити, то есть на такие небольшие ячейки внутри каждого района, то есть условно, у вас есть кварталы, скорее всего там будет комьюнити, у вас есть один дом, там, скорее всего, будет комьюнити, которая будет как бы двигать общие интересы ради улучшения качества жизни, ради увеличения стоимости недвижимости. И это работает. В Штатах, да, где уже есть практика, сколько там, 300 лет такой вот независимости и самовластия на определенном муниципальном и местном уровне, да, это классно работает, и я вот буквально вчера видел картинку, где сбили, грузовик сбил велосипедисты на одном из перекрестков, через несколько часов группа из местных жителей и бизнеса создала живую стену между велосипедистами и трафиком, чтобы показать запрос на создание велоинфраструктуры. И да, это круто, у меня нет слов, и, конечно, хочется, чтобы было так же, потому что, опять же, движение снизу, я считаю, это самым эффективным. Но если мы возьмем, опять же, американский или европейский опыт, то что они одну улицу реконструируют на протяжении пяти лет, потому что нужно разработать проект, показать жителям, собрать фидбэк, переделать проект, провести воркшоп, показать опять результат, потом опять провести воркшоп и еще там сделать десять разных мероприятий, то одну улицу на протяжении пяти лет, с учетом того, что, например, у нас за один год делается 50 улиц. Мы сейчас опустим качество, потому что, в принципе, те изменения, которые происходят, что там действительно улучшается среда для пешеходов и растет безопасность, она в целом хороша абсолютно для каждого. И, опять же, там, да, первоначально было очень много скандалов, и никто не хотел, потому что, как же так, мы к этому привыкли. То есть, это такое, знаете, опять же, если мы возьмем США или Европу, там есть такой феномен, как только не на моем заднем дворе. То есть, когда человек понимает, что, да, скорее всего, хотят сделать что-то хорошее, но, блин, я так привык к этому. Вот сделать в другом месте лучше. И они достопорят весь проект. Здесь, в принципе, наблюдалось что-то такое же, только, к счастью, наверное, к счастью, нельзя было повлиять на общегородскую политику и на желание мэра. И поэтому все это стали делать, и потом действительно многие увидели, что стало лучше. Опять же, с платной парковкой также все увидели, что стало лучше, и теперь это скорее поддерживают, там выступают многие за. И я вот на прошлой неделе был на некруглый стол. В общем, конференция по поводу безопасности, дорожного движения, потому что, если мы возьмем Москву, то вроде как количество ДТП снижается и аварийность снижается. Но если мы посмотрим абсолютные цифры, мы увидим, что число сбитых пешеходов растет, число сбитых велосипедистов растет. И там практически все признали, что, ребята, у вас есть моя улица, вы знаете, что с помощью островков безопасности, сужения полос и прочих элементарных вещей можно делать пространство безопаснее, давайте мы будем это уже делать. То есть, опять же, еще 7 лет назад о таком нельзя было подумать. Ну и, кстати, опять же, в США или в Европе, где развиты эти комьюнити, там тоже иногда, знаете, есть такое движение сверху вниз, когда даже люди не понимают, что это нужно, но при этом это понимают чиновники. Но там поступают хитрее и там либо делают тактический урбанизм, когда приходят за одну ночь с помощью разметки там уличной мебели и еще других вещей, каких-то изменяют пространство, но при этом всем это можно откатить назад. То есть, вы показываете вашим жителям, что да, мы это сделали, мы просто посмотрим, как это работает. Там на месяц, на два месяца, на еще что-то, и при этом говорите, что, ну, ребята, вообще-то это особо ничего не стоит. И, опять же, все видят, что это стало хорошо и потом уже готовят капитальный проект. То есть, в Стокгольме вводили платный проезд через мосты. Там, в принципе, очень много мостов и была проблема, что были постоянные пробки. Строили новые мосты, но новые мосты не спасали, потому что, как только вы вроде решаете проблему пробки, те люди, которые ездили у вас на велосипеде или там на общественном транспорте мимо пробок, видят, что пробки нету, я, значит, могу поехать на своем автомобиле и в итоге эти самые новые мосты забивались уже новыми машинами. Там ввели, по-моему, проезд за 1 евро. То есть, в контексте Швеции это вообще не очень многое, там кофе стоит дороже. Но, опять же, они увидели, что на второй же день количество машин снизилось, по-моему, в два раза. То есть, и они это сделали как тестовый период на один год. И все это работало, но потом они все это вернули. И уже сами жители к ним пришли и сказали, нет, мы хотим все как было, потому что все мы не любим пробки, да, там 1 евро это вроде такая символическая цена, но при этом она как бы перераспределила поток и тем, кому не очень-то нужно было ехать, они все-таки выбрали там, опять же, велосипед или свои две ноги или общественный транспорт, поехали так, а тем, кому действительно нужно было на автомобиле, они стали платить 1 евро, но экономить свое время, например. И это, опять же, сработало. В общем, подытоживая, потому что какой-то монолог очень длинный, универсального рецепта не бывает и хорошо, когда сталкивается как бы желание сверху и желание снизу. Но такого, как правило, не бывает, потому что это просто очень сложно и это скорее не научная фантастика такая. Но опять же, вот сейчас вспомнил еще один пример, Амстердам. Кто был в Амстердаме? Как вам там этот велонацизм? Ну вот, а вы знаете, что еще 50 лет назад там закапывали каналы, чтобы сделать парковку, все пешеходные площади были тоже запаркованы и были постоянные пробки. И как они это победили? Там в Амстердаме очень негативно относились к смертям детей, потому что это, в принципе, неприятно, но там вот психологически была такая установка, что если сбивают кого-то ребенка, это ненормально. И там было очень большое общественное движение, что хватит убивать наших детей, и плюс еще оставались какие-то упоротые велосипедисты, которые кричали, нам некомфортно здесь ездить, мы хотим велодорожки. И правительство это слушало. Слушало, но при этом там продолжало сносить какие-то районы, делать развязки, расширять дороги. Потом еще случился нефтяной кризис, и ввиду уже внешних таких условий пришлось вести один день без автомобиля каждую неделю. И все неожиданно выяснили, что на велосипеде действительно прикольно передвигаться, когда вы в безопасности, и вы понимаете, что вас или вашего ребенка никто не собьет. И тут как бы политики вспомнили, что вообще было такое движение за безопасность, за велодвижение, внешние условия такие, и они начали менять свои города уже, как бы создавать ту инфраструктуру, которая бы позволяла комфортно ходить пешком и комфортно ездить на велосипеде. И в итоге мы имеем Амстердам такой, как мы его видим сейчас. Понятно, там есть иногда небольшой перекор, но в целом, если мы берем обустройство улиц и общественных пространств, я считаю, что голландцы это самые передовые чуваки в мире. И это, кстати, отдельно еще интересный вопрос, как они договариваются друг с другом, потому что они делают очень крутые инфраструктурные проекты и считается, что за счет того, что эта страна так долго борется с морем, то, что там отстраивают отдельные острова, сушают целые заливы и расширяют свою территорию, что они очень круто могут договариваться и работать вместе над каким-то одним большим проектом, и просто это у них уже в крови, и что если раньше это касалось в основном только воды, то сейчас это в том числе касается железных дорог, транспорта и прочих вещей. Все, давайте уже следующий вопрос, а то я еще вспомню что-нибудь. Возвращаясь к российским реалиям, вот меня как у человека, который родил из небольшого профессионального города Курска, беспокоит его судьба. Этот город очень древний, ему скоро будет тысячи лет, население порядка 350 тысяч человек, но глобальная проблема заключается в том, что основной трассик проходит по самой центральной улице, и в случае каких-то там мероприятий, праздников перекрывается эта центральная улица и просто стопорится все движение в городе. При этом примечательный факт, что уровень оптимизации, количество автомобилей на тысячу человек в Курске это 322, в Москве меньше того, 297. И как вообще сдвинуть с мертвой точки эту проблему, какой способ найти, как вообще расшевелить умы местных жителей, потому что автомобиль там ассоциируется с комфортом, благополучным. Ты лох, если у тебя нет автомобиля. Это даже есть в Петербурге. Я представляю, какая будет революция совершена, если там сверху будет это все диктоваться, то это вызовет просто негативнейшую реакцию населения. С чего начать? Хороший вопрос, на который не существует универсального ответа. Потому что, во-первых, я в Курске не был и сейчас заявлять, что вот вы можете делать то-то, то-то, и это сработает, я не могу. Это такой, знаете, кабинетный дизайн, который, как правило, ничем хорошим не заканчивается. Сказать про какой-то мировой опыт, но, опять же, если там все очень плохо, то в какой-то момент наступит коллапс и все перестанут ехать. И вот, собственно, в Москве такое было, и там же как вот ни одной выделенной полосы, ничего, зато мы много строили развязок еще сколько там. В 2010, нет, в 2008 году, по-моему, как раз случилось, что 10-ти бальная пробка на протяжении нескольких часов, заодно так получилось, что убрали Лужкова вскоре, и новый мэр, перед ним стояла задача как-то, чтобы город поехал. И было понимание, что за счет машин это сделать будет невозможно, и пришлось уже развивать что-то, делать дальше. Начали появляться выделенные полосы, начало появляться метро и так далее, и все стало немного меняться к лучшему. И, возможно, в Курске, когда действительно все станет окончательно в полную пробку, как бы, и людям будет комфортнее и быстрее доходить пешком или ездить на велосипеде, то произойдет такое изменение в головах. И что-то подобное я наблюдал в Калининграде в прошлом году, летом, потому что по уровню велосипедизации это один из лидеров России, потому что там элементарно ничего не едет в час пик. И тебе намного проще взять велосипед и доехать, и так как там все-таки небольшие улицы, нету там подобия Тверской или Нового Арбата, то это относительно безопасно, хотя и не очень комфортно, но зато ты доедешь. И при том ты доедешь, ты знаешь, за сколько ты доедешь всегда. И я думаю, там в плане велодорожек этот город имеет все шансы на то, чтобы они начали появляться там массово и систематически. К тому же там рядом Польша, и они могут посмотреть, как это должно быть вроде как. И поэтому там как бы умы чуть шире. А про Курск, ну, как блогер, как урбанист я могу говорить, что нужно показывать, показывать, показывать и еще раз показывать, потому что ты можешь много раз говорить, но все-таки это не создает образ. И тут очень прикольный пример челябинского урбаниста. Кто-нибудь слышал про него? Лев классный в том плане, что он действительно за относительно короткий период раскачал город, который, ну, скажем так, судя по тому, что я слышал, что я смотрел, что я там видел на панорамах, это полный ужас. И как бы хуже, чем в Челябинске, ситуацию я, если честно, не знаю. Но при этом он за счет каких-то простых абсолютно вещей начал объяснять людям, что, наверное, что-то идет не так. То есть он не говорил про планирование, он там не говорит про дизайн чего-то, как массовое такое явление, или не говорит, что, ребята, чем больше вы строите дорог, тем хуже. Он просто показывает, что из серии у вас есть огромная дорога, огромная улица, и из серии там едет три ряда машин, а рядом едет, стоит точнее в пробке, ряд автобусов. И он показывает, что в каждой машине по одному, а в автобусе 100 человек. Или то, что там, я не знаю, вот подъезд новостройки с ступеньками, вот подъезд новостройки без ступенек, где вам будет комфортнее. То есть он начинает с очень-очень таких элементарных вещей и создает запрос хотя бы на какой-то минимальный комфорт, который можно создать довольно быстро. Или то, что он просто взял, оттяпал там часть парковки и с помощью палетов сделал облагоустройство. Это, опять же, тактический урбанизм. И удивительно, как его не посадили, потому что, когда мы в Москве что-то такое делали, были неприятные звонки и очень все быстро убирали, короче. Но, тем не менее, как ни странно, это сработало, потому что одного человека просто это заколебало. И это вот… В принципе, я думаю, если он не перегорит и будет продолжать на протяжении хотя бы лет 10 это повторять, то там поменяются уже чиновники, и они не будут смеяться при слове «городская среда» и шутить про городской четверг, и, в принципе, начать думать и что-то менять уже к лучшему. К тому же, скорее всего, умрут те люди, которые делали текущие проекты, и новые поколения сможет проще все это изменить. Потому что, опять же, очень много общаюсь с экспертами международными, и когда им объясняешь ситуацию и говоришь «вот так-то, так-то, вроде все абсолютно понятно, все абсолютно известно полвека, но вот есть начальник, который просто говорит, что я в это не верю, и все. Как бы его профессионализм ноль, но он начальник». На что они говорят «ну да, мы проходили, ты молодой, ты еще застанешь велодорожки по всей Москве, вопрос времени, а он умрет». Ну, как бы жестоко, но… просто смотрите, когда ходишь всего и сразу, получаешь ничего и потихоньку. И, собственно, я знал очень много людей, которые начинали бороться за свои города, они делали это полгода, год, полтора года, а вот чтобы больше, уже мало кто мог, потому что, опять же, ты… Вот сейчас получается такой эффект, что ты бьешься со стенкой, и многие не видят за стенкой чего-то другого, и поэтому очень мало людей, которые вот систематически пишут, говорят, показывают примерно те же самые вещи, но по-разному и не устают. Вот поэтому, поэтому, видимо, я здесь, потому что я один из тех, кто не перестал этого делать, и вот последние шесть или семь лет бьюсь. Вот. Еще вопросы, или я начну их зачитывать? Можно чуть-чуть комментарий, вы говорили, что вы в Курске не были помки, но в Великом Новгороде вы пока что были, потому что там фотография была, и вы должны знать, что там один мост ближний, который ближайший к пешеходному, там перманентная пробка, и вы должны знать, что у вас с берега на берег в принципе гораздо быстрее пешком перейти, чем на машине переехать. Тем не менее, там жуткая пробка, все лето стоит, и никто не желает ходить пешком, психологически люди считают, что автомобиль это настолько круто. Как вот это рушить? Есть ли я? Я более того, я в Великом Новгороде общался с представителями, с главным архитектором, с ГАИшниками, с главными дорожниками, и они просто сами еще не мыслят, что у них такая планировка, что в принципе они могут создать подобие Амстердама и пересадить большую часть людей на велосипеде, при том, что позволяет геометрия, все позволяет, просто нужно какое-то желание, они просто считают, что им не хватает еще пары полос. И что как бы у вас есть улица в четыре полосы, нет там места для выделения или нет места для велополосы. То есть, ну вот опять же, есть еще такой феномен, как автомобилист первого поколения. Это все-таки, если весь мир столкнулся с массовым автомобилем 70 или больше лет назад, и они успели этим перегореть и пошли дальше, то у нас, ввиду там советского прошлого, дефицита тотального, многие воспринимают автомобиль не как, я извиняюсь, железная корыта с четырьмя колесами и двигателем, а как такой элемент статуса. И тем более, когда в вашем городе нет нормальных условий для передвижения вне автомобиля, это действительно подкрепляется еще банальным удобством. И они опять же не знают, что можно как-то иначе. Но все-таки потихоньку все идет к тому, что, во-первых, рождаются новые люди, для которых автомобиль это не какая-то изюминка, и там у них их было несколько, как минимум, и они этим всем перегорели, путешествуют немного, смотрят, изучают. То есть, знаете, еще пирамида маслов, когда ты все-таки первичные какие-то потребности закрываешь, тебе начинает хотеться большего, и потихоньку возникает все-таки желание, чтобы что-то стало лучше. И вопрос времени, когда это дойдет до Великого Новгорода, потому что у нас какое-то есть… Вот, казалось бы, Россия большая страна, да, большая территория, но все-таки есть интернет, есть телефон, там есть ютубчик, заходи, смотри, как-то все просто встроено в других местах, и там не принимая, наверное, конкретные решения, а просто понимая, почему это и как происходит. Но если вы переедете МКАД в Матищи, в Химки или в какие-то другие, там даже самые ближайшие города, вы увидите, что это просто как, не знаю, полная противоположность Москве. Хотя, казалось бы, сделать комфортные широкие тротуары, чтобы там даже не из гранита, а из асфальта, много ума не нужно. Сделать островок безопасности много ума не нужно. Закладывать в новых домах на первых этажах магазины, если это живая улица, тоже много ума не нужно. Но всех просто все устраивает. И в этом проблема, и это как раз за то, за что не любят урбанистов, потому что они говорят, что, ребят, так ненормально. Должно быть что-то как-то иначе, и вы сами, наверное, не замечаете того, но это и так не работает. И там вот если говорить про ближайшее Подмосковье, если мы представим, что Москву в какой-то момент времени перестанут течь деньги и в других городах создастся условия для комфортной жизни, то жилье вот такого низкого качества в Замкаде начнет очень-очень быстро терять свою ликвидность, цену, туда будут заезжать маргиналы, это все превратится в огромную социальную проблему. И вот то, что я показывал, вот этот вот район, это микрорайон в Амстердаме. И они, как и многие другие, после, хотел сказать, Великой Отечественной, Второй мировой, была проблема, то что не было жилья, и начали строить. То есть в принципе типовое домостроение панельное очень хорошо прижилось к тому времени, потому что позволяло создать очень много жилья за короткое время. И они стали так строить, потому что так еще было модно, и плюс, как говорят, что еще у многих жителей Европы небольшие улицы старых квартальных центров городов ассоциировались с окопами и с военными действиями, поэтому тут был такой простор. Короче, туда начали заселяться маргиналы в какой-то момент, где-то в 90-х, по-моему, или когда-то еще. Но случилась авиакатастрофа, и из аэропорта самолет, по-моему, как-то не набрал высоту и завалился в этот район. И снес, возможно, то ли один дом, то ли один квартал. И власти воспользовались этим моментом, чтобы полностью снести и переделать этот весь район, потому что он стал источником больших социальных проблем. И то же самое было во Франции, то же самое было в Германии. Собственно, сейчас очень много показывают, когда говорят про реновацию в Москве, очень много показывают примеров из Германии, как там старые панельные дома переделывали, отчеловечили или как-то изменили. Почему это было сделано? А банально, потому что когда у вас очень много однотипного жилья в одном районе, вы не можете улучшить свои условия кардинально. То есть максимум добавить еще одну комнату в соседнем доме может. Но если вы хотите там жить, чтобы у вас на первом этаже был такой, например, участок, или чтобы вы просто знали своих соседей, вы это не сможете делать, им приходилось переезжать. И так как уровень жизни рос, то люди хотели все большего, жилье освобождалось, и началась такая проблема, то что падение арендной ставки. И пришлось скидываться, чтобы элементарно привлекать туда нормальных жителей, или чтобы не заселялось мигрантами или еще кем-то, и не создавалось подобие гетто. Поэтому, собственно, когда говорят, что вот Парнас или там новые районы за МКАДом, или даже новые московские районы, они со временем превратятся в большую проблему. Это просто вот такое долгосрочное планирование и трезвая оценка всех вещей. И когда это только дойдет до, я не знаю, федерального руководства или городского, мы увидим, что будут приняты, скорее всего, новые законы, которые будут позволять отжимать частную собственность довольно-таки просто, потому что после развала СССР то, что начали приватизировать каждую отдельную квартиру, жители одного дома не могут даже договориться об установке шлагбаума. Если мы посмотрим на Германию, там, где все-таки после объединения Германии собственником становился, как правило, один домовладелец, то там все эти решения принимаются гораздо проще и быстрее. А так как у нас нельзя просто сейчас взять и отнять и все передать одному человеку, то, скорее всего, это станет в какой-то мере возможно в ближайшие лет 10-20. Еще вопросы? Ой, да я не настолько все хорошо рассказываю, чтобы не было вопросов, чего вы мне льстите. Ладно, Ян Гейл, знаменитый ученый-урбанист, утверждает, что чем меньше места составлять для автомобиля, тем меньше пробок они будут создавать. Я, наверное, ответил на этот вопрос. Очень интересно слушать мнение по поводу ликвидации киосков в павильонах уличной торговли вблизи станции метрополитена на центральных улицах. С киосками все просто. Точнее, все просто и ужасно, и масштабно на самом деле. То есть, с одной стороны, если мы посмотрим на чистые пруды 10 лет назад, сейчас мы поймем, что площадь стала восприниматься площадью. С другой стороны, опять же, если мы посмотрим на не чистые пруды, какой-нибудь Свиблова, где убрали торговые ряды, и, в принципе, какие-то торговые центры даже снесли, мы увидим, что стало хуже. Почему? Потому что, если мы говорим про центр, про квартальную застройку, там есть первые этажи, и там все-таки вы можете что-то купить, а бизнес просто приезжает на подготовленные уже к этому первые этажи. И все вроде как работает, как должно работать, просто немного меняется формат. И становится даже лучше, потому что в доме у вас есть все-таки вода, канализация, электричество, никаких дизель-генераторов или синих кабинок туда. А если мы говорим про микрорайоны, то там, как правило, торговли на первых этажах не было, и более того, там нет даже привычного понимания улицы. Потому что, опять же, как я показывал, там все это двинуто где-то вглубь микрорайона, а человек идет такой транзитной одной дорожке. И зайти никуда не может, поэтому все-таки мне кажется, что на окраинах какие-то киоски, ларьки должны быть и имеют право на существование, если они нормально сделаны, нормально спроектированы, нормально поставлены, все это прозрачно с юридической точки зрения. А если мы говорим про центр, то такого должно быть минимальное количество и, возможно, как исключение какие-то мобильные лотки, которые можно там ввести, быстренько собрать или собрать там за один день. Вот. Как-то так. И это, кажется, был последний вопрос, поэтому если у вас… Да? Нет универсального ответа, потому что каждый вид транспорта хороший для своей загрузки. Если вы попытаетесь вывести маршрутками одно… Как пассажиры поток, равный одной линии метро, то вы получите пробку в 10 рядов из маршруток, и каждая будет забита, и никто не будет ехать. Или там, если вы попытаетесь автобусами вывести какой-нибудь скоростной трамвай, вы тоже увидите, что у вас будет череда автобусов. И, собственно, вот когда в Москве закрывают линию метро, все хорошо, я думаю, видят то, что там поток автобусов подъезжает примерно каждые 5 секунд. И поэтому, опять же, нужно выбирать, исходя из мобильности людей и из загрузки определенных направлений. Поэтому, опять же, даже если мы возьмем такой мегаполис, как Москву, невозможно обслужить абсолютно всех жителей комфортным общественным транспортом. Особенно из-за того, что у нас есть такой феномен, как бабушка, который очень любит запускать социальные маршруты, точнее, просить запустить социальные маршруты, а город любит их запускать, то если мы посмотрим на цену таких маршрутов, мы поймем, что, ребят, дешевле вывозить эту одну бабушку по всем ее поликлиникам и центрам одного окна такси. И это будет дешевле. И это будет нормально. И всегда будут ситуации, когда человеку нужно поехать из одного места в другое, и максимально быстрым и удобным способом будет автомобиль. И это нормально, именно важно найти сбалансированную систему, когда, например, у вас 15-20% жителей передвигаются на автомобиле, там 60% на общественном транспорте, еще 20% на велосипедах. И все пробки пропадут, это, в принципе, будет здоровый, во всех отношениях здоровый город. Вот именно проблема в балансе, потому что не все это понимают, к сожалению. Или там… Есть еще такой советский стереотип, то что если у города есть один миллион жителей, ему нужен обязательно метрополитен. Это на самом деле предрассудки, и метрополитен был таким элементом статуса, чем транспортом. И если мы возьмем пример Екатеринбурга, то там метрополитен удачно вписался, одна линия, потому что там, по сути, есть Екатеринбург-центральное ядро, потом промышленное ядро, и за ним уже Химмаш и другие районы. И получается, идет вот этот разрыв, о котором я говорил, что не должно быть в городе разрывов, типа Ленинградки. Но там вот не Ленинградка, там большая промзона, и метрополитен хорошо вывозит под этой промзоной большое количество пассажиров. Там это прижилось нормально. Или Новосибирск, он там на мосту, и да, там поток с одного берега на другой равен именно потоку, который нужен для метрополитена. Но если мы возьмем там какой-нибудь… какой бы сейчас город вспомнить? Иркутск. То есть в агломерации тоже около 1 миллиона, там метрополитен не нужен, потому что в принципе мобильность отселения и характеристики города таковы, что в принципе всех можно вывезти нормальным трамваем. Если мы возьмем там европейские города, то там в старых городах, даже если 300 тысяч, там все равно ходят трамваи, при том ходят большие, но они там преобразуются за городом в электричке. То есть просто огромный трамвай, который в одно время ездит по улицам, в другое время по полям и обслуживает там до 100 километров в стороны от города. И в целом это тоже работает. Но это работает, потому что он обслуживает соответствующие потоки. Если бы этот трамвай ходил только в пределы города, всех можно было бы вывезти, я думаю, троллейбусом, электробусом, автобусом или велосипедом. Можно не выводить сферически. Как вы относитесь к транспортной системе Москвы? У нас же транспортная система построена, чтобы свозить с микрорайона людей к метро, метро считается отипортерией. И насколько это вообще... Надо пересматривать, потому что я считаю, что надо, но как бы... Вы про заявления Навального и прочих, то, что нужно развивать... Я даже не смотрел на Навального на эту тему. Навальный в последнее время чего только не придумывает, лишь бы Кац Сварламова... Он, кстати, в меня обвинял, что я как раз ношу из мэрии чемоданы с деньгами, но так почему-то и не дал... А это он с вами спорил в Твиттере. И я умный, я не спорю. Вот, мне свое время ценно. Да, другие спорили. Смотрите, с учетом того, что Москва складывала столетиями как кольцевой системой, то сейчас что-то взять быстренько и поменять никак не получится, потому что последние несколько десятилетий выстроили так, что в центр было удобно приезжать. Если мы даже начнем сейчас делать какое-то подобие подцентров, там, например, на периферии между двумя линиями метро, туда никто не будет заезжать, потому что элементарно туда будет неудобно ехать бизнесу. То есть как? Бизнес туда может и заедет, покупатель до него не доедет никак. Поэтому если вы работаете с людьми, намного проще разместиться где-то в центре, куда все смогут доехать. И в принципе, я не вижу особых в этом проблем. У нас проблемы именно с балансом, потому что, например, на машинах у нас ездит 20% жителей в течение дня, точнее 70-80% на общественном транспорте, от 20 до 30 на автомобилях, в зависимости от погоды, от дня, недели и так далее. Но если мы посмотрим, сколько тратится на это денег, на автомобилистов, сколько тратится городского пространства на развязки, то мы увидим, что баланс явно не в сторону пешеходов, не в сторону общественного транспорта. Если эту проблему решить и начать делать нормальный общественный транспорт, нормальный пешеходный пространство, виллоинфраструктуру, то мы увидим, что в принципе текущая планировка города справляется со своими функциями. Понятно, нужно будет что-то достраивать, повышать связность, потому что есть реки. У нас, кстати, рекордно низкое количество мостов вне исторического центра, если кто не знал, через преграды, или через железные дороги, потому что вроде как 50 метров до соседнего дома, но между вами идет железная дорога, и вы не можете перейти. В этом, кстати, причина популярности монорельса. Сам по себе монорельс абсолютно неэффективный, устаревший, и вид транспорта, я вообще не понимаю, как он еще ходит, потому что в целом все уже практически сломалось. Но он находится в таком месте и обслуживает такой коридор, где других вариантов просто нет. И понятно, что жители против сноса монорельса и замены трамваев, потому что мы хоть как-то можем ездить в таком виде. Но опять же, проблема строителей, что им очень хочется строить побольше автомобильных развязок и не связываться с РЖД, не связываться с Министерством природы и другими вещами, поэтому и они делают очень много развязок на существующих улицах, но не решают реальные проблемы связанности города. Что там с электробусами? Проблема электробусов, что еще ни один электробус в мире не выработал свой срок. Никто еще не знает, что делать с аккумуляторами, и в этом я вижу основную проблему, хотя я общался с директором компании, которая делает аккумуляторы, они говорят, что срок жизни аккумулятора можно продлить до 30 лет. Сначала там лет 10 или 15 он в электробусе, и потом его ставят на промышленные всякие объекты. То есть если вы не знали, то в течение суток потребление электричества разное. Днем больше, ночью меньше. Но вы не можете настроить электростанцию, чтобы она давала ночью меньше, а днем больше, потому что с этим связаны очень большие трудности. И поэтому существуют накопительные станции, которые используют как раз аккумуляторы, чтобы иметь резерв и как-то сглаживать дисбаланс. И вот используют аккумуляторы там. Затем это можно все использовать в бытовой технике типа бесперебойников для компьютеров. А проблема Москвы то, что электробусы закупили не совсем того типа. То есть могли совместить троллейбус с электробусом, и когда этот электробус бы ехал под контактной сеть, он бы заряжал свои батареи, когда ехал в ней, кто-то заряжал, но тем не менее он бы ездил и не тратил много времени на зарядку. А сейчас получается, что у нас есть электробусы, которые выходят на, как правило, троллейбусные маршруты. Выясняется, что с учетом зарядки нужно выпускать намного больше техники и закупать больше водителей, ну то есть нанимать и пускать в рейсы, чем по сравнению с троллейбусами и автобусами, потому что элементарно электробусы требуют подзарядки. И в этом беда. Если бы не сохранили троллейбусную сеть, выбрали правильный тип электробусов и заменяли бы электробусами автобусные маршруты, например, как это происходит в Петербурге, то, я думаю, никаких проблем бы не было с активистами, с экологами, с жителями, с транспортниками у мэрии, потому что все бы это работало эффективно. Но, к сожалению, как вы знаете, два дурака нашли друг друга, и Петр Павлович полюбил идею чистого неба и что никаких проводов не должно быть, а Собянин, кажется, в детстве троллейбус, я не знаю, покусал, наверное. Да, потому что, ну, меня очень радует, что когда начали снимать троллейбусные провода, все начали искать виноватого, и, о, это директор Мосгортранса, о, это начальник департамента транспорта, и, как бы, никто не посмотрел первую предвыборную компанию Собянина, где он писал, что он снимет абсолютно все троллейбусы, не посмотрел на его прошлое из Тюмени, где он тоже уничтожил троллейбус, и никто не подумал, что у директора Мосгортранса на складе закуплены классные новые автоматические стрелки, и вообще все есть для того, чтобы обновить контактную сеть, но, ну, тем не менее, Горпроекты и Кац, например, поругались с дептрансом просто на пустом месте, и именно поэтому я их компанию не поддерживал, потому что они просто мочили не того. первое время, по крайней мере. Потом одумались. Уже давно мочить того, кого надо. Уже давно мочить, кого надо. Ну, как бы, это, знаете, такое вяло текущее, и когда нам удобно, мы припомним это все ему. Просто проблема еще даже, люди, которые поддерживают троллейбус внутри транспортного комплекса, они мне рассказывали, что вот именно весь протест был выстроен так, что он скорее озлобил тех, кто даже боролся за троллейбус, что, во-первых, не тех мочили, во-вторых, были использованы сомнительные аргументы, и никто не считал там даже банальную экономику. То есть в общем направлении все было понятно и правильно, но вот если смотреть детали, то политика мочилов, чиновников была выстроена не всем правильно, и поэтому это скорее даже ускорило процесс ликвидации троллейбуса. Но как бы если сменится власть и придет адекватный человек, то можно будет достать проект. Ну, собственно, как и с велодорожками на самом деле. Достаем проект, смотрим, должна быть контактная сеть, должны быть велодорожки, а где они, а пойдемте-ка мы это нарисуем, документация у себя уже имеется. То есть в принципе не существует каких-то неисправимых ошибок, и это такая главная… Как же сейчас по троллейбусной мощности, если троллейбусные мощности, сейчас все кровода под землю закопали, и там мощности заложены под ней? Да, такой мощности, подстанции никуда не деваются, их пускают на электробусы. Электробусам тоже… Электробусам нужна… С вигл у вас заправляются, если я помню. Не-не, там очень… Сейчас очень много появляется зарядных станций, потому что, опять же, одна из претензий Горпроекта МКС, то, что они мочили, говорили, что продаются троллейбусные мощности, но, ребят, электробусам нужно питаться электричеством, и им даже нужно больше мощности, чем троллейбусом. Поэтому никто не говорил о том, что их куда-то денут, потому что тогда они бы не смогли пустить электробусы. И сейчас всю инфраструктуру это используют для зарядки… Нет, продажа электричества – это не КАЦовский аргумент, это, наоборот, против нас говорили, что еще продают мощности, а мы отбивались. Я, честно, уже не помню. Возможно, действительно, не КАЦ, но смысл в том, что это все никуда не пропало, и это все можно будет исправить. И спальные наши микрорайоны можно будет исправить, и с Кремлевского кольца сделать бульвар, и на Тверскую вернуть зебры. Как бы вопрос времени скорее. Вот, я думаю, еще вопросы, или на этой ноте, я думаю, можно закругляться, и дальше в частном порядке уже это как-то все обсудить. Вы говорили, что он не тещает, но он не хочет делать комфортно городскую свету. Так может, вы построили какой-то юридор, и присоединить в Москве? Москва – такой монстр, которым уже сейчас невозможно управлять. То есть, если, знаете, ни одна лекция по урбанистике не обходится без политики, так вот, когда у вас такой мегаполис, как Москва, управлять его в ручном режиме невозможно физически. То есть, мэр не может быть всюду и всегда, а вся централизация выставлена так, что, по сути, все решение зависит от него или максимум от семи человек в Москве. Ну, если это касается не установки заборчиков, а чего-то более важного. И, как бы, никто не понимает, что с новой Москвой-то делать, а вы предлагаете еще присоединить мытищи и разгребать их проблемы. То есть, я сторонник того, что должен быть развит институт местного самоуправления, и только когда жители сами понимают, кого они выбирают и чего они хотят, только тогда можно прийти к какому-то нормальному, светлому будущему, потому что ни один дядя в Кремле или там на Тверской 13, он не сможет быть везде и всюду. И если присоединить там химки или мытищи, ну, это будет такое узаконивание идиотизма или попытка, я не знаю, попытка исправить текущую крышу с помощью рытья подвала. Наверное, вот так вот. Конечно, можно попробовать, но опыт новой Москвы показывает, что присоединили. Национальная недвижимость выросла за счет того, что регистрация теперь не Подмосковья, а Москва. Но стало ли лучше от этого, не очень понимаю. То есть, да, стало лучше строительным компаниям, которым быстренько начали продавать поля вот между существующими городами, но для жителей-то лучше особо и не стало. В Троиске ничего лучше не стало, например, это точно известно. А в Троиске у нас два. Ну вот. Но опять же, мы тут все молодые, мы переживем все и вся. Главное, не умереть при переходе улицы. Вот, да, на оптимизме закончим. Вот. Так что спасибо за внимание.